Продолжение следует... Продолжение следует... Разбор сочетания некоторых методик, разбор операции ротированного лоскута и его модификации, агревентивное увеличение объема десны перед ортодонтическим лечением, осложнение, особенностью использования и применения твердомозговой оболочки, леопласт. Фенотипическое планирование. Эта таблица поможет вам спланировать ваше лечение, самовыбор метода оперативного лечения, исходя из фенотипических признаков, которые вы выявите у пациента. Таблица поможет разделить эти признаки, выбрать те, которые вам необходимы для принятия того или иного решения. Итак, важные фенотипические показатели. Конституция. Здесь мы используем классификацию, предложенную Черноруцким. В 1927 году она наиболее актуальна для применения в нашем случае. Гиперстыния, нормстыния, остыния, атрофия. Классификация типов костной ткани. Поликольмозарбум от 1983 года. Типы костей делятся на 4 вида. 1, 2, 3 и 4 класс. Объем костной ткани. Первичная дегистенция, вторичная дегистенция. Атрофический процесс в пределах нормы. Или атрофия, которая исключает возможность оперативного лечения. Объем десны или так называемый биотип десны. Общепринятая классификация ВОЗ объема десны делится на 4 типа. Тонкий, менее 1 мм. Средний, 1-2 мм. Толстый, 2-3 мм. И очень толстый, более 3 мм. Так бы я еще выделила один из подтипов в тонком биотипе. Критически тонкий биотип. Но, наверное, здесь уже будет сочетание нескольких показателей. Это такие, как атрофия или первичная дегистенция. И критически тонкий биотип. Это особенные пациенты. Они, как правило, имеют конституцию астеников. О них мы поговорим в отдельном какой-то случае. Но на сегодняшний день вам просто достаточно знать, как делятся биотипы десны по своим характеристикам. Точки крепления мышц. Помимо того, что, естественно, они определяются по атласу, это всегда индивидуально. Эти особенности вы просто должны знать, где вы должны их смотреть. Это зоны контрафорсов. На верхней челюсти это зоны клыков и первых премоляров. На нижней челюсти это зоны клыков, области первых премоляров. И также еще форма преддверия. Особенно это важно для нижней челюсти, преддверия полости рта. В области фронтальной группы зубов, где встречается очень частая патология либо мелкого преддверия рта, либо высокого прикрепения слизистом мышечных тяжей. Форма зубного ряда. Она также будет иметь значение при планировании операции, особенно для устранения множественных рецессий десны, так как форма зубного ряда при ротации лоскута будет иметь свои особенности, если форма зубного ряда отличается от общей принятой эллипсовидной. Форма, размер зубов. Этот показатель нам очень будет важен при выборе варианта пластического материала. Например, если зубы очень крупные, и вы планируете оперативное лечение с применением свободного десневого трансплантата, вы должны помнить о том, что его объем будет лимитирован, так как его хватит на меньшее количество зубов, если бы зубы имели бы другой какой-то размер. Межриллярное расстояние. Межриллярный контакт в норме, также и ортогонетический прикус – это то, с чем мы встречаемся крайне редко. Как правило, мы с вами сталкиваемся либо с снижением межриллярной высоты, присутствием то или иного типа стираемости, либо с зубочелюстными аномалиями и работаем уже в таких предлагаемых условиях. Но особенности вот этих суперконтактов, где зубы испытывают гипернагрузку жевательную или, например, снижение общей высоты межриллярной, где страдают не только твердые ткани зубов, выраженная стираемость и височно-нижнечелюстной сустав. Все это должно быть учтено при планировании оперативного лечения. Гигиенические индексы. Конечно, они нам важны в первую очередь для планирования оперативного лечения и послеоперационного ведения пациента. Но, по сути, для чего вам нужны они? С определенным индексом пациента с индивидуальной гигиены, где у него гигиенический индекс более 4, вы не имеете права брать его в оперативное лечение, пока вы не добьетесь от него улучшения этого индекса гигиены до хотя бы 2,5 баллов, что будет говорить о том, что он уже обучен особенностям индивидуальной гигиены и готов к оперативному лечению. Тогда больше осознанности пациента и потребности в этом вмешательстве. Сейчас мы с вами рассмотрим общепринятые сокращения, которые будут использоваться в этой презентации. ШКД – ширина кератинизированной десны. УКПА – уровень клинического прикрепления. ГЗ – глубина зондирования. ГР – глубина рецессии. ЦЭС – цементно-эмалевое соединение. СДТ – свободный тканевой трансплантат. СДТ – свободный деэпитализированный трансплантат. ТКД – толщина кератинизированной десны. Все эти измерения, кроме толщины кератинизированной десны и уровня клинического прикрепления, измеряются пародонтологическим градуированным зондом. Толщина кератинизированной десны измеряется файлом размером номер 40 со стоппером, одетым на него. Уровень клинического прикрепления измеряется по конусно-лучевой томографии. Классификация рецессий по Миллеру предложена и принятая в 1983 году Всемирной организации здравоохранения. По сей день мы используем эту классификацию, внося в нее просто какие-то уточнения на основании уже сегодняшних знаний и у клинического опыта. Итак, необходимые нам сокращения, которые вы увидите на рисунке, на фотографии, это глубина зондирования, которая определяет свободную десну, глубина рецессии, цементно-эмалевое соединение, ширину кератинизированной десны и уровень клинического прикрепления. Что же учитывает первый класс рецессий по Миллеру? Первый класс рецессий по Миллеру учитывает наличие межзубного сосочка, полного объема его, наличие ширины прикрепленной или кератинизированной десны, опекальния зенита рецессии. Глубина рецессии при этом может варьироваться любым образом. Что происходит ко второму классу рецессий по Миллеру? Что происходит с зубами? Почему из первого класса рецессия перерастает во второй? У нее исчезает объем прикрепленной десны, опекальния зенита рецессии десны. И таким образом она становится вторым классом. То есть второй класс рецессии по Миллеру это полный объем межзубного сосочка сохранен, глубина рецессии варьируется любым образом, что происходит с зубами межзубного сосочка.